День русского языка или пушкинский день также прошел и в Томилине. Там этот праздник объединил поклонников классической литературы и Александра Сергеевича. Такие встречи у памятника автору проходят ежегодно. Гости мероприятия традиционно читают любимые стихи и делятся своими впечатлениями от произведений писателя. Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты, звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Его произведения знает каждый классика российской литературы. Он сотворил шедевры, которые нельзя перепутать с кем-то другим. За свои почти 38 лет Александр Сергеевич написал около 800 стихотворений, 12 поэм, 8 драматических произведений с 7 сказок. День рождения поэта 6 июня принято считать и днём русского языка. Как бы ни развивалось наше современное ритмическое прогрессивное время, мы никогда не должны забывать это имя. Это солнце русской поэзии. И это величайший учитель, он должен служить всегда ориентиром в творческих деяниях. Русский гений запал в душу не только простым обывателям, но и знаменитым авторам. Свои стихи ему посвящали Есенин, Лермонтов, Ахматова и многие другие именитые авторы. Их произведения в этот день прозвучали от жителей Томилина, поклонников Пушкина. Бландинистый, почти белесый, в легендах ставший, как туман. О, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган. История поселка Томилина всегда связана была с нашими писателями, поэтами, литераторами. И не зря же у нас все улицы в поселке носят имя и фамилии наших поэтов, русских, советских. И вот эта традиция любви к Пушкину, любви к русскому языку, мы стараемся здесь привить и к нашему подрастающему поколению. Так символично день русского языка в Томилине отмечают уже полвека. Именно с тех пор, как на пересечении улиц Никитина и Пушкина появился памятник главному поэту страны. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.